Александр Иванович, заключительный спарринг только что завершился с Калининградской Балтикой. Каково Ваше впечатление от этого матча? Мы играли с хорошей командой, которая в первой лиге показывает интересный содержательный футбол. И степень готовности у них начинается через две недели, а где-то пораньше на месяц. Поэтому уровень готовности повыше сказалось. Команда имела преимущество, хотя у нас был ряд моментов, не хватало еще раз. Беда – это культура паса, культура последнего паса. Здесь были неплохие. И в первом тайме, и в втором моменты, где последний пас у него немножко не точно, чтобы в общем-то не было завершающего счета. Если в первом тайме более стройная игра, то после замены немножко такая суммурная пошла игра. А в первом тайме, местами, в общем-то, неплохо выглядели. Переходили из обороны в атаку, подготовили фланговые атаки. Ну, как говорится, сыграть с сильными командами, есть более конкретно видно те проблемы, которые возникают по ходу, и, как говорится, над чем работать. Александр Иванович, ну в целом весь сбор прошел. Как Вы его оцените? Ну, мы готовимся, еще раз говорю, у нас есть время, и мы не форсируем, чтобы, как говорится, в целом сбор прошел нормально. Мы так и играли на фоне усталости. Я не знаю, как Балтик готовился к этой игре, мы играли, в общем-то, и два раза в режиме, один раз накануне, в день игры была тренировка. Поэтому, еще раз говорю, на этом этапе часто уровень готовности играет ключевую роль, и сыгранность игроков, как говорится, она тоже имеет значение. Местами очень неплохо. Вы приняли какое-то решение по поводу двоих новичков, которые на просмотре были? Примем завтра. Александрович, ну и заключительный вопрос, это ближайшие планы факелов подготовки? Ну, ближайший сбор в Кисловодске, где будем делать как раз акцент на национальной готовности, и на тактические схемы, переходы из обороны в атаку, в общем-то, элементы прессинга. Вот над этим займемся. Последний сбор будет такой игровой, где уже будем доводить до ума, а подготовка сезона уже будет в деталях доводить.